Гречневая крупа и рис – это две популярные зерновые культуры, которые активно присутствуют в рационах детей, аллергиков, а также тех, кто планирует снизить свой вес. Такая востребованность объясняется большим количеством витаминов, белков и минералов в их составах. И все же есть один интересный вопрос – потребление какой крупы принесет большую пользу организму? Давайте разбираться. В составе гречневой крупы присутствуют сложные углеводы, клетчатка, витамины группы В, ПП, магний, железо, фосфор, медь, марганец и цинк, а также антиоксидант рутин. Подобное сочетание элементов позволяет за счет потребления гречки улучшать кровообращение, снижать воспалительные процессы. Также крупа благоприятно влияет на иммунную и нервную системы, укрепляет кости, улучшает состояние кожи. Еще гречка имеет низкий гликемический индекс, поэтому при ее потреблении организм с одной стороны получает все необходимые вещества. Благодаря этому человек продолжительное время не испытывает чувство голода, а уровень сахара в крови остается стабильным. В случае с рисом сразу стоит заметить, что все зависит от вида и обработки продукта. Например, специалисты по питанию сходятся во мнении, что самым полезным является черный рис, в котором много антиоксидантов. При этом бурый рис богат витамином В, фолиевой кислотой и марганцем. Но самым распространенным все же является белый рис, поэтому стоит на нем и сосредоточить свое внимание. Так, в белом рисе есть белки, хотя их и меньше, чем в гречке. Присутствуют еще и углеводы, правда, чаще всего это крахмал, который хорошо усваивается, но продолжительного чувства насыщения не дает. Есть еще клетчатка, витамины группы В, минералы, но в своем количестве они проигрывают питательным веществам, представленным в коричневом рисе. Кроме того, белый рис имеет весьма высокий гликемический индекс, из-за чего резко повышается уровень сахара, поэтому человек почти не чувствует насыщения. Таким образом, можно прийти к выводу, что гречка по количеству питательных веществ и гликемическому индексу является более полезным продуктом. А вот белый рис, как показывает этот небольшой анализ, имеет достаточно спорную пользу, в связи с чем лучшим решением будет заменить этот продукт на бурый рис, так как он содержит больше клетчатки и полезных веществ. Большое спасибо за просмотр!